США вышибают Россию с Кипра Армии и войны Международное положение 29 июня 15.10 США вышибают Россию с Кипра Вашингтон готов вооружить остров, если его закроют для кораблей ВМФ РФ Виктор Сокерко Комментариев просмотров 6036 Фото, Юрий Смитюк, ТАСС Плохая новость для российского флота В зарубежных СМИ появились сведения, что скоро наши корабли лишатся возможности Заходить в порты Кипра Еще в 2015 году власти РФ и Кипра договорились о том, что российские корабли получат возможность заходить в порт Лимасол для ремонта и снабжения А самолеты ВКС смогут приземляться на авиабазе Андреас Папандреу близ города Пафос для дозаправки Оговаривалось, что использоваться территория острова будет лишь в случае необходимости по ситуации Тем не менее, Вашингтон на подобное решение президента Никоса Анастасия Диеса отреагировал крайне негативно А на власти Кипра обрушилось беспрецедентное давление как со стороны США так и ряда европейских стран, в первую очередь из Лондона Кипр на доводы будущих партнеров по НАТО, Кипр так и не стал страной-членом Альянса, тогда не отреагировал и приютил российские корабли по соседству с базой Великобритании Вероятно, что на острове припомнили еще историю 1996 года, когда Кипр закупил у России два дивизиона ЗРК С-300 Однако их принятие на вооружение было заблокировано США, Великобританией и Турцией Которые сочли, что это может нарушить военный баланс в Восточном Средиземноморье Не исключено, что сыграл свою роль и тот факт, что Россия согласилась отсрочить выплату кипрского долга в 2,5 миллиарда евро В результате Москва получила возможность обеспечивать снабжение своих кораблей из состава постоянного оперативного соединения ВМФ в Средиземном море еще и на Кипре Если завтра война, что будет с Иерусалимом, Тель-Авивом и Тегераном? Каким оружием Израиль, не обращая внимания на Россию, готовится биться с Ираном? Напомним, что на Кипре расположены две британские военные базы Акроти и Дикелия Оставшиеся здесь в 1960 году после деколонизации острова, они являются заморскими территориями Великобритании А их главные союзники-американцы, уже давно считают Средиземноморье своим внутренним морем и держат здесь 6-й флот USNAE, который непременно дополнен авианосной группировкой и еще несколькими десятками боевых кораблей Под ее контролем находятся не только страны Средиземноморского бассейна, но и практически вся Европа, Ближний Восток и весь Север Африки Рукой подать Черное море Сейчас основное внимание американского флота сосредоточено на Сирии и Ливании, частично на Кипре и Израиле, где-то на Турции Но основное предназначение противодействия постоянному оперативному соединению ВМФ России в Средиземном море, которое заметно усилилось в последнее время По заявлениям Пентагона, 6-й флот является орудием устрашения и постоянно находится в высокой степени боевой готовности и даже в мирное время укомплектован по штатам военного времени Являясь базой для формирования ВМС НАТО на Южноевропейском театре военных действий, он может действовать самостоятельно и обеспечивать проведение политики США в районе Средиземного моря Даже не опираясь на совместную деятельность с остальными партнерами Североатлантического альянса Сейчас США озаботились нахождением российских кораблей на Кипре В Вашингтоне решили обновить свою стратегию в Восточном Средиземном море Сенатский комитет по международным отношениям одобрил законопроект, в котором есть пункты, касающиеся Кипра Главное из них закрытие портов для обслуживания и дозаправки российских кораблей И, как сообщает кипрское издание Cypress Mall, администрация США достигла с Кипром ряда договоренностей, позволяющих осуществлять доставку вооружений в эту страну В обмен на запрет российским военным кораблям заходить в территориальные воды и порты острова Официальных заявлений по этому поводу ни со стороны Москвы, ни Никосии пока не последовало При этом утверждается, что на президента Анастасия Дийса оказывается огромное давление, хотя он и не разделяет позиции в США Можно предположить, что один из рычагов давления на него поддержка Республики Кипр в противостоянии с Турецкой Республикой Северного Кипра Отношения греков-киприотов и турок-киприотов, и без того не особо гладкие, обострились в последнее время по ряду причин В том числе из-за спора вокруг месторождения газа у берегов Кипра Вашингтон, охладевший Канкаре из-за приобретения ее российских зенитных ракетных системы С-400, намекает Никосии на всяческую поддержку Но не просто так Это стандартная тактика США создавать условия конфликта в регионе, а затем выступить в качестве миротворцев, считает военный эксперт Владислав Шурейген Так было не раз Нынешнее нагнетание истерии в Средиземном море вокруг Кипра уже не первое в истории Не исключено, что Вашингтон пойдет сейчас на разжигание межнационального конфликта на острове, который без участия США может вспыхнуть в любой момент Россия закошмарит Пентагон летающей батареей вместо штурмовиков сухопутные войска на поле боя поддержит огнем летающая гаубица Несмотря на то, что основной целью появления российских военных кораблей в портах Кипра была дозаправка и обслуживание, а иногда экипажи получали возможность отдохнуть на берегу, важность подобной гавани весьма велико Сирийский порт Тартус, где находится база ВМФ РФ, изначально создавался как база материально-технического обеспечения и не располагает достаточным потенциалом, в том числе для стоянки кораблей Гонять всякий раз крейсеры, эсминцы, подводные лодки из состава оперативной группировки в Севастополе или Новороссийск достаточно накладно и долговременно Кипр в этом смысле представлялся удобной площадкой для временного захода кораблей, пополнения топливом, продовольствием, кратковременного отдыха И если сейчас США додавят киприотов и лишат российские корабли такой возможности, то потенциал группировки ВМФ в Средиземном море может несколько снизиться Вместе с тем, важность нахождения российских кораблей и самолетов на Кипре не стоит преувеличивать, ведь речь не идет о военных базах И, скажем, стратегическая авиация ВКС в Пафосе появляется не так часто, в этом нет особой необходимости К тому же там нет складов для хранения вооружений и боеприпасов Но все равно терять такие аэродромы подскока тоже не с руки, эффект их присутствия очевиден Потому США сейчас и пытаются выдавить Россию с Кипра Пентагону важно принизить потенциал российского флота в Средиземном море Международное положение, если завтра война, что будет с Иерусалимом, Тель-Авивом и Тегераном? Военные новости, американский генерал, на один перехват русских мы отвечаем тремя перехватами самолетов Субтитры создавал DimaTorzok